Май и июнь для выпускников школ самые нервные месяцы. Экзамены, выпускные, поступления в высшие или средние учебные заведения. Здесь главное заранее определиться с будущей профессией. А чтобы сделать это было проще, в одном месте собрали представители всех учебных заведений региона. Специально для старшеклассников во Дворце творчества детей и молодежи прошла ярбарка возможностей. Преподаватели и сами студенты рассказали о своих специальностях. К нам подходит очень много ребят, которые задают вопросы, а что такое архитектура. А что такое дизайн. Мы им объясняем, что проходит у нас на занятиях, какие у нас направления есть вообще в ВУЗе. Есть ли бюджетные места, как подать документы и какие перспективы трудоустройства. Это вопросы, которые больше всего волнуют выпускников и их родителей. Гостей не только проконсультировали по специальностям, но и показали наглядно, с чем придется работать будущим студентам. Здесь и станки ЧПУ, и квадрокоптеры, и модели человека. Медицина заинтересовала. Я сейчас подходил на площадку легочной реанимации. Там такой мужчина интересный, он прям классно все объяснил, очень понятно. В принципе, я получил что-то новое, научился наконец ее делать. На ярмарку приехали ребята из сельских школ. Школьники из Муловки, призеры региональной олимпиады по технологиям. Поэтому интересовали их рабочие специальности и дизайн. По мнению их учителя, для выпускников районных школ такие мероприятия – удача. Ведь из-за удаленности познакомиться с образовательными учреждениями не всегда возможно. И так, что вот это вот здесь показано, дети уже могут определиться, сами себя определить, куда они пойдут в дальнейший и выбор своей профессии, которая нужна будет им в жизни. То есть со станками ЧПУ, потому что мы на сегодняшний день от ручного труда должны уйти в более научному, но сложному программному труду. Ярмарку посетил и глава региона Алексей Русских. Он также прошелся по стендам и пообщался со школьниками. А позже уже в концертном зале вручил награды победителям и призерам региональных и всероссийских этапов олимпиад и педагогам-наставникам.